итак друзья всем привет значит снимал я в конце сентября или в начале октября где-то так я уже точно не помню видео называется она улей из ппс и фанеры своими руками так вот множество было комментариев в которых вы делились своими советами вот значит многие из вас говорили что нужно сделать деревянную обвязку или я бы к такому улью сделал деревянную обвязку большое спасибо вам за эти комментарии за ваши советы я прислушался и я решил сделать улей с деревянной обвязкой напомню что тогда я сделал один улей а деталей нарезал на 10 ульев вот и вот появилась у меня свободный свободный денек и я решил собирать эти улья и собирать их уже решил с деревянной обвязкой вот сейчас покажу улей пока ну это пока еще это не улья просто я сейчас собираю корпуса в дальнейшем я буду собирать донья еще нужно делать мне магазины подкрышники крыши кучу рамок еще собрать нужно но это сейчас не об этом сейчас покажу сам улей ну и потом увидите как я его делал итак друзья вот такой вот получился углей снаружи фанера внутри фанера деревянная обвязка как сверху так и снизу деревянная обвязка он получился очень жесткий вообще никуда не шатается не болтается получился очень жесткий теплый в то же время легкий можно было конечно многие делают как деревянная обвязка вовнутрь вставили там либо пенопласт либо ппс и прибили к деревянной обвязки но не приклеивают саму фанеру к ппс здесь же приклеена фанера к ппс это придает жесткости когда будет меняться влажность фанеру может там крутить ну то есть она прибита просто сверху просто снизу середина у нее играет как хочет здесь же я приклеил как наружную таки внутреннюю часть вот такой вот получился углей это 12 рамочный да да ручки я еще не ставил когда я полностью все соберу донья крыши подкрышники там магазины тогда я все это покрашу и сюда на уголки я приклею металлические небольшие уголки ну чтобы защитить торцы фанеры получился пули я очень доволен легкий крепкий и со всех сторон дерева как то вот так вот все приятного всем просмотра смотрите как я его делал размеры давать я не буду размеры давать я не буду потому что в прошлом видео все размеры я рассказывал показывал кому интересно можете зайти посмотреть эти размеры на том видео там в конце видео закреплена фотография с размерами всех деталей для разных типов ульев смотрим дальше итак друзья нарезал заготовки вот фанера ну и собственно теперь я буду клеить фанеру к этому ппс ну а потом расскажу почему клею именно так мы буду клеить именно так кстати клеить буду на этот развод на клей строительный многоцелевой значит что он клеит у нас полистирол изделия из полиуретана минеральная вата пробка дерево твердый пвх гипс штукатурка кирпич бетон металл значит перед тем как клеить я всегда прохожу такой грубой наждачной бумагой чтобы сделать шероховатую такую поверхность вот тогда лучше адгезия всего этого клея значит вот кусочек кусочек у меня ну обрезок с нижней обвязки он мне нужен как ориентир чтобы моя фанера не выходила даль не дальше в общем она была не ближе чтобы она была по краю нижней обвязки ну и собственно наш наносим сам клей клей нанесли и клеем фанеру оно все порезано в размер и края соединяю я с этим брусочком нижней обвязки ну чтобы все все детали были у меня одинаковые эти грузики пока я буду шлифовать следующий лист эти грузики пускай пока придерживает не жду я пока она там схватится приклеится я сразу кладу второй второе наше изделие также кусочек это обязательно так наносим дальше клей следующий кусочек все это выравниваем по бокам по длине и опять нажим груз ну и так повторяю процедуру клею ну то есть я штук 6 склеиваю и потом сверху кидаю наш любимый шлакоблок клей бы сохнет достаточно быстро то есть там буквально я не знаю 15-20 минут постоит и все и можно уже собирать эти корпуса все продолжаю дальше потом дальше покажу расскажу и наша грузила шлакоблок вот так пускай минут 20 постоит и все и можно снимать и собирать улья соответственно это передняя задняя стенка точно так же я буду делать и боковые стенки и так друзья заготовки наши высохли и начинаем собирать их также склеиваю на этот клей переворачиваем делаем с обратной стенкой стороны тоже самое а дальше буду делать деревянную обвязку верхнюю и нижнюю смотрим дальше итак друзья нарезал я такие вот бруски для обвязки значит ширина бруска 25 на 29 29 это у меня толщина ппс 29 миллиметров ну и вот нижнюю для нижней обвязки я уже нарезал значит здесь оставляем шип 10 на 10 миллиметров и сейчас будем делать верхние планки до верхней планки нужно выбрать 12 на 10 миллиметров соответственно выставляем ширину от упора до вот этого края 12 миллиметров а высоту пилы 10 миллиметров и прогоняем так все заготовки так ну а теперь я буду скручивать обвязку предварительно просверлил верхняя готова также собираю нижнюю все заготовки вот готовая нижняя обвязка все порезано в один размер поэтому я не пользуюсь никаким кондуктором смотрим дальше так ну а теперь также пена наша точнее клей и одеваем сверху порезано все в размер поэтому собирается очень просто и теперь гвоздями прибиваю смотрим дальше ну и таким же самым образом соединяем нижнюю обвязку итак корпус практически готов фанера приклеена прибита к обвязке снизу сверху обвязка установлена я все-таки решил наружную часть тоже обшить фанерой повырезал вот такие по вставлял вкладыши это для ручек это для литка зашью фанерой потому что в этом году синички какие-то активные они разбивают особенно литки разбивают выстукивают пчелу поэтому обошью его фанерой снаружи тоже буду делать точно так же как и делал то есть клей и здесь на гвозди прибью и здесь на гвозди прибью так и еще и Продолжение следует...